Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас подожди. Хе-хе-хе-хе. Мы едем к королю и королеве Мэри Гольд. Они очень высокомерные. Я рад, что не еду к ним. И я бы хотела не ехать. Может, твоя мама разрешит тебе остаться и поиграть со мной? Мама, можно мне сегодня поиграть с Беном? Чудесная идея. Ура! Бен поедет с нами. Ой. Вы ведь не против, мистер эльф? Ну что вы, хорошенько повеселись, Бен. До скорого. Пока. О, ты тоже с нами едешь. Ну что ж, чудо-машина, езжай. Вот здорово, чудо-машина. Да, она ездит на настоящей волшебной пыли. Ух ты! Я рассчитываю на ваше примерное поведение. Да, королева чертополох. В замке короля и королевы Мэри Гольд очень много ценных вещей. Отвратительных, но ценных. Так что ничего трогать нельзя. Похоже, посещение черты Мэри Гольдов – это тяжелый труд. Очень изнурительный. Приехали. Замок короля и королевы Мэри Гольд. О, ужасное строение. Какой дурной вкус. Он просто прекрасен. Вот это замок. Приветствуем. Добро пожаловать. Холли, ты помнишь короля и королеву Мэри Гольд? Здравствуй, принцесса Холли. Здравствуйте. Это мой лучший друг Бен. Вы с ним уже знакомы. Ну, конечно. Очень милый маленький гоблин. Я не гоблин. Я эльф. О, эльф. Какая диковинка. Надеюсь, путешествие прошло приятно. Должно бы так радостно покинуть ваше маленькое королевство хоть на денек. Скажите честно, что вы думаете о нашем замке? Честно, это полное безвку... Он замечательный. Я бы хотела, чтобы и наш замок был таким. Перед тем, как мы построили замок из пластика, он был каменным. Подумать только, как примитивно. О, наш замок тоже из камня. О, но вы ведь живете в очень старомодном замке. Хм, наверняка в нем не слишком уютно. И вовсе нет. О, вы привезли божью коровку? О! Фу, Гастон, фу! О! Вы ему нравитесь. А как же иначе? Пройдемте внутрь. Мы проведем экскурсию. А Гастону можно с нами? Только если он вытрет ноги. Да, если вы все вытрите ноги. И, пожалуйста, ничего не трогайте. И, если можете, постарайтесь не дышать слишком часто. У нас очень много ценных вещей. Как вы можете видеть, мы полностью перевернули холл с ног на голову. Ну и глупость. Ух ты! Здесь все вверх тормашками. Здорово! Ой, а куда делся Гастон? Да вон же он, ходит по потолку. Нет, папочка. Наш Гастон ходит по перевернутому полу. Умница, Гастон. А еще я вижу, ваш Гастон не вытер лапы. Няня, приберитесь. Я не ваша служанка. Верно, няня. Вы моя служанка. Да, ваше величество. Так что приберитесь здесь. Да, ваше величество. Грязные пятна, исчезните обратно. Славно. Так на чем мы остановились? Я хотела сказать, что в нашем замке сто комнат. Но зачем вам столько комнат? Мы храни в них, мой мальчик, всякие вещи. Это наша коллекция булыжников. Булыжников? О, в мире нет ничего более прекрасного, чем безупречно отполированный булыжник. Это факт. А что они делают? Какие красивые. Не прикасайтесь к ним. Нам не нужны липкие булыжники. У детей всегда такие липкие руки. Они не липкие. Конечно, липкие. Не правда ли наши булыжники восхитительны? Что? Ах, да. Очень булыжненько. Сюда. Ой, здесь тля. Молодчина, Гастон. Вот ты и победал. О, вижу, вы нашли нашу домашнюю тлю. Люсинду, Гуччи и Тимми. О, а где же Тимми? А-а. Тимми. Тимми? Тимка? Ха, наверное, где-то гуляет. Тимми. Гастон, немедленно выплюнь Тимми. Тьфу. А, Тимми. А, решил поиграть в прятки? Следующая комната покажется вам немного прохладной. Да здесь, как в морозилке. Конечно, температура в этой комнате всегда должна быть значительно ниже температуры замерзания. Потому что все эти фигуры сделаны изо льда. Они просто чудесные, королева Мэри Гольд. Да, и холодные. Стой, руками не трогать. А вы их наколдовали? Нет, нет. Это было бы слишком просто. Они сделаны изо льда, который образовался более тысячи лет назад. Ого! И высечены вручную норвежскими горными эльфами. Эти скульптуры единственные в своем роде. И просто незаменимы. Ого! Лебедь, миленько, люблю лебедей. О, боже! Няня, что ты наделала? Вы отломали голову лебедю. Пустяки, наколдую новую. Абракадабра, наколдую птицу ледяную. О! Няня, это никакой не лебедь. Это же курица. Или утка, скорее. По-моему, чудесно. Чудесная утка. Сюда. Не отставать. Это наша самая восхитительная и ценная коллекция всех старинных игрушек. Здорово! Вы, наверное, постоянно здесь играете? Я бы играл здесь всю жизнь. Эта обезьяна сделана более ста лет назад. А этот клоун более двухсот лет назад. Если я не ошибаюсь, они были собраны на эльфийской фабрике кем-то по имени Мудрый Эльф. Мы знаем Мудрого Эльфа. Вы лично знакомы с Мудрым Эльфом? Какой он в жизни? Он мудрый. И старый. А еще... Он страшно ворчливый, не такой уж умный. Это моя любимая игрушка. Заводная ярмарочная карусель. К несчастью, она сломана. Не страшно. Я ее починю. Очень сомневаюсь. Ее необходимо показать эксперту. Все эльфы-эксперты. А я ведь эльф. Я помогу тебе, Бен. А, руки прочь. Детям запрещено прикасаться к этим игрушкам. Но иначе ее никак не починить. А, ну ладно. Ну вот, готово. Вру-вру, бип-бип. Да. Как же это весело. Ха-ха-ха. О, она встала. Пусть карусель работает. Хочу еще, еще, еще. Хочу, хочу, хочу. Хорошо. Завод короля и королевы Мэри Гольд вовсе не скучный. Да. Вообще-то здесь очень даже весело. Чу-чу. Ха-ха-ха. 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 Бип-бип! Редактор субтитров А.Семкин